Республиканский этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» является важной ступенью отбора лучших педагогов дополнительного образования. 24 апреля состоялась церемония награждения победителей в здании Конгресс-холла. Перед награждением прошла выставка конкурсантов, где они демонстрировали свою работу. Мы попросили участников рассказать про свои проекты. Приехали здесь две династии, династия Чуклиных и династия Князевых. Тем самым выставкой мы показываем направление деятельности. Андрей Альбертович Чуклин показывает свое детское объединение, моделирование, если вы посмотрите. Я представляю здесь объединение изобразительное искусство. Желающий участник может подойти и нарисовать методом промышленно-жилописи. Те товарищи, которые у нас серьезно занимаются, вырезают такие вещи. Мы начинаем от самого простого. Ложки. Ложки. Мы представляем педагогическую династию Зианчуринского района, Елдашбаева. Воспитываем любовь к народному творчеству детей. Я сама веду кружок детский фольклор и создала в районе ансамбль кубузистов. Наш проект – это музеи, школьные музеи в Республике Башкортостан. Эта сеть очень хорошо развита. У нас в нашей Республике более 800 музеев, которые находятся в школах, в образовательных организациях. Мы проводим различные мероприятия, кроме того, как создаем театр. Мы проводим такие мероприятия, как выставку кукол. Эти куколы являются победителями республиканского конкурса «Моя театральная кукла». На выставке мы, обучающиеся видеостудии «Свет», не только рассматривали экспонаты, но смогли поучаствовать в нескольких интересных проектах. Конкретно здесь, сегодня, в рамках республиканского конкурса, мы представляем свою лабораторию в рамках объединения «Нейролаб». «Нейролаб» – это объединение, которое работает на стыке физиологии и классической анатомии, биологии и биоинженерии. Также мы демонстрируем сегодня комплекс человекомашинного взаимодействия. Это рука, распечатанная на 3D-принтере. Это такой экзопротез. При помощи сгиба собственной руки можно управлять этим экзопротезом. То есть ребята, реализуя себя в этом проекте, прокачивают, конечно, себя разносторонне, в том числе и выбирая какие-то практические вещи в области медицины или инжиниринга. Здесь представлены проекты детского технопарка, обучающихся в направлении IT-электроника, хай-тек-квантум, пром-дизайн-квантум. Нам также было интересно узнать, что думают профессионалы дополнительного образования об участии в конкурсе «Сердце отдаю детям». «Сердце отдаю детям» – профессиональный праздник для педагогов дополнительного образования дает возможность раскрыться новым талантам, новым кадрам. Они не только защищают честь своего учреждения, но и своего объединения. Именно представленные номинации позволяют им раскрыть с помощью мастер-классов, рассказать всей республике, именно какой деятельностью занимается объединение, направление. Конечно, такие конкурсы направлены только, я считаю, что они должны быть направлены только на личностное развитие педагога, общение педагогов между собой. Это выход из какой-то такой скорлупки собственной, когда мы варимся порой несколько лет в одном и том же и не обмениваемся каким-то опытом нашими наработками. Это очень нужно, потому что это обогащает в целом среду дополнительного образования. Мы попросили поделиться своими впечатлениями о выставке и конкурсе министра образования. Замечательная выставка, столько всего сегодня увидел. И это показывает наше богатство республики, богатство и абсолютно разнообразие нашего дополнительного образования. И можно с уверенностью говорить о том, что наши дети, наши ребята в надежных руках, самых лучших педагогов. Как вы думаете, подобные конкурсы нужно проводить у нас в Башкирии или вообще в России? Да, нужно. Более того, я скажу, что в этом году такой большой конкурс у федерального масштаба будет проводиться в Республике Башкортостан, в городе Уфе, поскольку мы стали по итогам прошлого года абсолютными победителями. Федеральный конкурс «Сердце отдаю детям». Республиканский этап конкурса «Сердце отдаю детям» играет важную роль в развитии системы дополнительного образования, поддержке талантливых педагогов и формировании позитивного имиджа профессии. Субтитры создавал DimaTorzok